Здравствуйте, дорогие зрители! Здравствуйте, дорогие зрители! Сейчас я вам расскажу, почему расстались Макс и Даша. Это было видно в пост-шоу проекта «Холостяк». Вы мне напишите в комментариях, за какую холостячку вы болели. Так вот, Макс и Даша расстались вот по какой причине. Они сошлись, у них было всё хорошо, они разъехались в каждый свой город, пообщаться с родственниками, они соскучились за родителями, решать свои вопросы, за которые у них застряли на три месяца. Потом они вернулись, встретились, вроде как бы продолжили встречаться, и Максим признаётся Даше, что он переспал с другой девушкой на проекте. И Даша понимает, я не знаю, спал ли он с Дашей, но она понимает, что во время того, как он строил отношения с ней, он ещё спал с другой девушкой. Очень интересно, Даша, та, что Квиткова, что сейчас жена Никиты Добрынина на пост-шоу сказала, но юридически он же ей не изменял, он же ей ничего не обещал. Они не встречались, но она всё равно обиделась. Так вот, это проблема психологическая, которая называется «границы в отношениях». Обязательно посмотрите моё видео о границе в отношениях, про границы в отношениях. Если не поставлены границы, возникают вот такие проблемы. Конечно, проект «Холостяк» – это экстремальные условия. В реальной жизни ты можешь сказать парню, да, или парень тебе, мы встречаемся, и хорошо, а на проекте «Холостяк» нет. И вот поэтому отношения после «Холостяка» очень редко когда сохраняются. Пережить все эти ревности, неизмены, потому что юридически это неизмена, но ревности все эти и простить человека за вот эти вот свои чувства ревности очень тяжело. Напишите мне в комментариях, правильно ли сделал «Холостяк» ваше мнение, за какую «Холостячку» вы болели. Жду от вас пальчики вверх, и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова